Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся в нашем регионе, и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. Задержан с поличным арестовали начальника межрайонного отдела полиции. Пресекли теракт. Украинский диверсант предстанет перед судом. Хотела питона. Девушка попалась на удочку мошенников в сети интернет. Дела о взяточничестве на вершине антирейтинга коррупционных преступлений. В Брянске подвели итоги первого полугодия и выяснили, что в 2022-м подобных правонарушений все же стало меньше на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В статистику второго полугодия, несомненно, войдет дело с участием начальника межмуниципального отдела полиции Брянский. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, вечером 14 октября этого года подозреваемый встретился с представителем коммерческой организации. Благодаря своему служебному положению он должен был спасти от уголовной ответственности сотрудников этой компании. Злоумышленник получил 1 миллион рублей из требуемых 5-ти. При получении взятки был задержан. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, частью 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Преступление, выявленное и пресечено сотрудниками ФСБ России по Брянской области, службы собственной безопасности органов полиции региона и Следственным комитетом. Подозреваемому предъявлено обвинение. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Еще одним громким событием прошлой недели стало задержание в Брянске украинского диверсанта. Он готовил теракт на одном из транспортно-логистических терминалов. Преступник действовал по заданию Службы безопасности Украины. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России. Мужчина прибыл в Россию через Эстонию. Украинская спецслужба подготовила для диверсанта схрон с компонентами взрывчатки, из которых и было собрано трехкилограммовое взрывное устройство. К счастью, правоохранители предотвратили теракт. А вот предотвратить чрезмерную доверчивость граждан полицейским пока не удается. Хотя они даже проводят специальные патрули, где рассказывают прохожим о наиболее часто используемых телефонными и сетевыми мошенниками схемах. А также раздают листовки. И все же, на минувшей неделе жертвами мошенников стали 23 человека, а карманы преступников пополнились на 7 миллионов рублей. Надо признаться, последние становятся все более креативными и изобретательными. Так, жертвой обмана стала 28-летняя жительница Брянска. В сети интернета она наткнулась на объявление о продаже питона. Желание заиметь экзотическое животное затмило разум. И она перевела на неизвестный счет предоплату в размере 5000 рублей. После чего продавец перестал выходить на связь. Пожалуйста, будьте бдительны. О других преступлениях расскажет ведущая рубрики МВД-32 Ольга Бартулева. Передаю ей слово. Здравствуйте. Брянские полицейские задержали подозреваемого в магазинной краже. 10 октября в полицию поступили сообщения о пропаже товаров из двух магазинов, расположенных в советском районе. Продавцы сообщили полицейским, что неизвестный похитил средства личной гигиены, продукты питания и элитные алкогольные напитки. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, подозреваемого в кражах удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее судимый 22-летний житель поселка Навля Брянской области. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье кража. В Бежицком районе арестован мелкооптовый закладчик. Оперативные сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского ОМВД задержали 22-летнего жителя города Тверь. Он пояснил, что приехал в Брянск, чтобы распространить наркотические средства через так называемые закладки. При личном досмотре подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли полимерный сверток. Эксперты вынесли заключение, что изъятым веществом является наркотическое средство массой 106 граммов. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. До суда он будет находиться под стражей. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу велосипеда. Дежурную часть полиции МВД России по городу Брянску обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже. Оперативники городского ОМВД в тот же день установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний местный житель. По предварительным данным установлено, что мужчина расхаживал по подъездам в поисках наживы. В одном из них он обнаружил велосипед, не пристегнутый противогонным устройством. Похитил его и спрятал в этом же доме на верхнем этаже. Следственным отделом городского ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Полицейские приняли участие в проведении круглого стола по профилактике коррупции. Мероприятие прошло на базе брянского филиала Российского экономического университета имени Плеханова. В работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты вуза, начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции, регионального ОМВД подполковник полиции Алексей Романов, а также сотрудники иных правоохранительных структур региона. Алексей Васильевич рассказал о формах коррупции и ее проявлениях в различных сферах жизни, а также о вредных последствиях этого явления. В завершении участники мероприятия обменялись мнениями и ответили на вопросы студентов. В советские районы суд совсем недавно поступило уголовное дело по обвинению местного жителя в нарушении тайны телефонных переговоров и разглашении коммерческой тайны. Обвиняемый, работая в офисе продаж оператора сотовой связи, незаконно фотографировал и передавал через мессенджер персональные данные и детализацию переговоров нескольких абонентов. За эту услугу его личный счет пополнился более чем на 9 тысяч рублей. После очередной попытки получения детализации абонента, действие обвиняемого пресекла служба безопасности оператора сотовой связи. Судя по тому, что практически каждому из нас звонили незнакомцы, называя нас по именам, утечка персональных данных не редкость. А что о защите наших данных говорит закон? Об этом я и спрошу у старшего помощника прокурора Брянской области Лили Кравченко. Лиля, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а защищены ли законом права граждан на сохранность личной информации? Да, поэтому в нормах права установлен ряд наказаний за разглашение такой информации и ее передачу третьим лицам. Контролирующим органом в сфере защиты персональных данных является Роскомнадзор. Данный орган может провести проверку оператора, например, на предмет исполнения ранее выданного предписания. Проверка может быть как плановой, так и внеплановой. Если оператор осуществляет передачу третьим лицам личных данных субъекта без разрешения, то согласно соответствующим статьям, виновное лицо можно привлечь к гражданской ответственности дисциплинарной, административной и уголовной. Как же себя можно обезопасить? Ну, например, чтобы никто на мой паспорт не взял, например, кредит? Ну, во-первых, необходимо не сообщать о себе никому ничего. И в современном мире действительно это сложно сделать. А вот соблюдать определенные меры предосторожности можно и нужно. Всегда необходимо задаваться вопросом, кому и зачем вы передаете информацию о себе. Поэтому оставляйте как можно меньше информации при заполнении различных форм, например, анкет. Особенно аккуратно необходимо быть при отправке фото, паспорта и других документов. Во-вторых, смотрите, как соотносится деятельность организации и ее интерес к вашим данным. Например, паспорт точно нужен банку, а вот при оформлении покупки либо скидочной карты нужды в нем нет. В-третьих, внимательно читайте согласие на обработку персональных данных. Из него можно узнать, кому и с какой целью организация может их передавать. Кстати, согласие на обработку персональных данных можно отозвать в любой момент, полностью либо частично. В-четвертых, в интернете проверяйте SSL-сертификат. Он показывает, что веб-сайт принадлежит легальной организации, а не мошенникам. Для этого в адресной строке браузера наведите курсор на значок замочка рядом с адресом сайта и убедитесь, что сертификат выдан именно этой организации. Лиля, спасибо за такую подробную информацию. Брянские школьники побывали в гостях у полицейских кинологов. Под патронажем ОМВД России по Брянской области на базе городского лицея номер 2 действует класс правоохранительной направленности. Именно эти учащиеся увидели, где и как содержатся четвероногие стражи порядка. Узнали, как полицейские собаки обеспечивают безопасность, ищут преступников и попавших в беду людей, а также обнаруживают наркотики, оружие и взрывоопасные предметы. И на сегодня это все. Цените свою безопасность как самое главное ваше право. До встречи.